Детство, отрочество, юность. А слышали ли вы что-нибудь о так называемом третьем возрасте? Участницы клуба единомышленников «Оптимисты» под руководством волонтёра Ольги Розальевой живут по его неписанным правилам. И эти цветущие, улыбчивые женщины выбрали для себя занятие скандинавской ходьбой совсем не случайно. Я подумывала о том, чтобы заниматься чем-то вне работы, ещё находясь на работе. Ну, как каждый человек, который уже уходит на пенсию, думаешь, что нам нужно делать и чем заниматься там, когда ты будешь, когда приходит время Че. И я начала изучать интернет и увидела, что у нас в городе существует изумительный институт третьего возраста под руководством Митюковой Ольги Константиновны. И решила обратиться туда. Да. Целый год я была просто слушателем. Я ещё не видела себя в роли волонтёра. Но тут, волею случая, я посетила Германию. И прогуливаясь по Бодензее, вдоль набережной, я увидела очень много пожилых людей, которые ходят с палками. Мне сначала было даже удивительно, я понятия не имела, что есть такой вид спорта. Так я познакомилась с скандинавской ходьбой. Я видела, как они занимаются, как они потом сидят в кафе, как они общаются. И я поняла, что я хочу этим заниматься. Пришло решение, и оно нашло своё воплощение. Тогда, ещё семь лет назад, Ольга Розальева прошла мастер-класс по скандинавской ходьбе. Получила сертификат инструктора и всё это время сама упорно тренировалась. Затем начала собирать вокруг себя единомышленников. И сейчас в этом прекрасном клубе состоит более 25 постоянных участников. Это те женщины, которые не собираются стареть. А скандинавская ходьба им в этом ещё как помогает. Ведь она одна заменяет целый комплекс упражнений и здоровительных процедур. Мы разгружаем свой опорно-двигательный аппарат коленки, ноги, бёдра. Стараемся нагружать руки. То есть мы распределяем. При этом работает увереннее сердечно-сосудистая система. У нас уже практически уходят какие-то такие моменты, когда мы же развиваем свои лёгкие сердечно-сосудистую систему. Кровеносная система наполняется кислородом. То есть есть очень много моментов. То есть все 12 систем нашего организма, все включены и работают. А при ходьбе, именно при правильной ходьбе, работает более 90% мышц. И мы уже этому научились. За пять лет эти элегантные дамы мастерски освоили не только скандинавскую ходьбу. Помимо спортивных тренировок, женщины организовывают совместный досуг, прогулки, театральные премьеры, различные выступления и концерты. Они научились главному – радоваться каждому дню и позитивно смотреть будущее. Ведь не случайно их клуб носит название «Оптимисты». Вот этот позитив, который я получаю здесь, и который исходит от всех женщин, которые сюда приходят, у них блестят глаза, у них выравниваются спины, они становятся просто улыбчивые и неузнаваемые. Вот даже в городе, когда идёшь, обращаешь внимание, уже многих знаешь, насколько меняются люди. То есть возраст и пенсия – это не приговор. Не надо бояться возраста, не надо бояться старости. Надо жить, продолжать дальше. То есть если ты позитивен, если тебе интересна жизнь, если ты любишь её, дерзай, живи, ты всегда найдёшь, чем тебе заняться.